Если вы любите свой северный край и хотите лучше узнать его историю, то библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгой архангельской писательницы Елены Борисовны Антроповой «От холма гор до колы, 33 Николы». Главные герои книги Непоседа и Любознайка отправляются в путешествие в историю русского севера. Их ждут удивительные приключения вместе с капитаном Шаркунком на воздушном корабле летучим поморцем. Послушайте отрывки из книги, и вы узнаете, чем летучий голландец отличается от летучего поморца. «Дзынь!» – пронзительно зазвенел звонок в входной двери. «Ой!» – сдрогнул Любознайка. «Это, наверное, бабушка-беседушка из магазина пришла?» «Пойду дверь открою». Открыл и вытрищил глаза от удивления. Перед ним стоял крепкий, небольшого роста человек с яркими синими глазами на бронзово-загорелом лице. Русая борода и заправленные за уши волосы, стружками торчащие из-под странного вида шапки, вызывали невольное изумление и испуг. «Здравствуйте!» «Вы к кому?» – спросил Любознайка. «К вам, молодой человек. Разрешите войти?» «Вы, наверное, ошиблись дверью?» – покраснел мальчик. «Я вас не знаю». «Зато я тебя знаю, Любознайка. Я капитан летучего поморца Шаркунок». «Шаркунок?» – изумился мальчик. «А я-то думал, Шаркунок – это старый дед, который ногами шаркает», – тихо сказал Непоседа. «А оказалось...» «Не все, что кажется, делом окажется», – перебил его капитан Шаркунок. «Имя мое непростое. Шаркунком на севере называли хитроумную поморскую головоломку». «Не каждый подряд вастер наугад. За то, кто голову поломал и разгадал, тот в уме прибавился. А нам с вами ни одну головоломку решить придется». Капитан Шаркунок твердым шагом вошел в комнату и сказал «Познакомь меня со своим другом, Любознайка». «Это Непоседа, а это капитан Шаркунок». «Значит, волшебство начинается?» «Еще какое!» – погладил бороду капитан. «История – гора высокая. От пика остроумия до пика знаний далеко лететь. Главное – захотеть. Итак, летучий поморец ждет». «Это где ждет?» – вместе спросили ребята. «За окном», – засмеялся Шаркунок. «Вон мой кочь!» – «До приключения охочь!» «Какой скотч?» «Вот этот корабль?» «Он что, в самом деле летучий?» – вытаращили глаза мальчишки, разглядывая необычное, похожее на половину грецкого ореха суденышко, под прямым парусом, плавающее в небе за окном. «Как туча!» – засмеялся капитан. «Не скотч, а кочь!» – поморское промысловое судно. «Гляньте в окно, что там видно?» Ребята подошли к окну. «Ваш корабль – летучий поморец», – сказал Любознайка. «Чем мой летучий поморец от летучего голландца отличается?» «Знаете?» «Летучий голландец – стройный фрегат, а этот…» «Запнулся непоседа». «Смелее, смелее!» – одобрил Шаркунок. «Режь правду матку, всю по порядку. Кто за правду горой, тот герой. Этот короткий и пузатый наверняка мелко плавает. По форме корпуса на половинку грецкого ореха похож, парусов мало, а посередине…» «По ватерлинии», – подсказал Шаркунок. «Да, по ватерлинии еще дощечки какие-то на корпус наколочены. Много дощечек. А зачем? Необычный какой-то корабль». «Молодец!» «Глаз Зорок все приметил скоро. Дощечки эти – коца, ледяная шуба кочи». Сейчас я вам про поморское судостроение расскажу. О том, чем летучий поморец от летучего голландца отличается и почему. А вы думайте, гадайте, думку на ус мотайте. Кочь – старинное поморское парусно-гребное судно, приспособленное для плавания по битому льду. Название произошло от слова «коца» – ледяная шуба. Так назвали вторую обшивку судна. Вторая особенность коча – корпус яйцеобразной формы. Свойства кочей выпрыгивать на поверхность льда высоко ценили поморы. Ведь такое судно льдины не могли раздавить. Итак, кто на ответ охочий? «Почему исследователь Нансен построил для плавания в арктических льдах не фрегат, а неуклюжий коч?» – спросил ребят капитан Шуркунок. Быстроходный фрегат летучий голландец длинный и узкий. Его льды раздавили бы. А коч, если льдины сжимали его, выпрыгивал на поверхность льда. Вы сами говорили, коч на лед вскочит, как орех на зуб. Сказал Непоседа. Благодаря коце, ледяной шубе, второй обшивке судна, коч получал минимальные повреждения. Когда льдины царапали и сдавливали его, они сдирали только ледяную шубу. А корпус корабля оставался целым и невредимым, добавил Любознайка. «Молодцы, поморы! Такой хитрый корабль придумали!» «Ну что ж, приятливо, что оба понятливы, не тупы, не глупы, непосредственны, как сказали бы в древней мореходной школе», одобрил капитан Ширкунок. «Плывем дальше. От холмогор отчаливаем. А теперь мы смастерим панно «Летучий поморец». Но для этого нам понадобятся не деревянные доски, а обрезки цветного картона, бумажная тарелочка, ножницы и клей. Из коричневого картона по шаблону вырезаем деталь корпуса коча и полоску длиной 120 мм и шириной 5 мм. Это будет мачта. Используя фигурные ножницы, вырезаем декоративную полоску и наклеиваем ее по ватер-линии. Чтобы придать объем нашему кочу, из картона вырезаем два прямоугольника длиной 35 мм и шириной 20 мм. Склеиваем их между собой и наклеиваем с обратной стороны корабля. По шаблону вырезаем деталь паруса. Вырезаем круг диаметром 50 мм. Наклеиваем красный круг на желтый парус. С помощью фигурного дырокола вырезаем детали для украшения паруса и корпуса нашего коча. Желтое солнышко наклеиваем в центр красного круга. По верхнему ровному срезу паруса загибаем внутрь полоску шириной 5 мм. Выгибаем парус, как будто в него дует ветер. Из голубой и синей бумаги произвольно нарезаем волны. Можно использовать фигурные ножницы. Начинаем оформлять панно. Чуть ниже середины бумажной тарелочки наклеиваем первую волну. Затем, чередуя цвета, наклеиваем вторую и третью волны. По центру композиции наклеиваем мачту. Наклеиваем наш коч на волны. При этом клеем промазываем только белые прямоугольники. Продолжаем наклеивать волны, закрывая днище корабля. Чтобы прикрепить парус по верхнему краю, клеем промазываем только припуск 5 мм. Отгибаем парус и приклеиваем его нижние концы, сохраняя объем. На мачту прикрепляем треугольный флаг по ветру. На нос корабля наклеиваем голубой цветок. Он выполняет роль иллюминатора и глаза, потому что у помуров коч считался живым кораблем. Наш летучий поморец готов. В нашей библиотеке вы можете найти и другие книги Елены Антроповой. Читайте и путешествуйте по русскому северу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова